В этом году юбилей 50 лет на сцене? Да. Вот как найти такую песню, которая пройдет через века, через десятилетия, да, и которая будет востребована всегда? Говорят же, вот настоящая песня, она вне времени, вне моды. Было сложно, но я старалась. Я много гастролировала. Я не отдыхала, можно сказать, все эти годы. Стоит ли дальше? Может, просто сидеть дома уже с детьми, с внуками? Сейчас артист Бестой – это бедный артист. Я знала, что я неплохо, да, на их уровне неплохо звучу. Почему вы не дали себе шанс? Вы же были молодой. Бог не сразу дает, не всем дает сразу. Вот эта Роза Румбаева, мне кажется, и помешала многим мужчинам подойти ко мне. У вас и не было, наверное, просто этих романов? Я не скажу, что не было. Может быть, какие-то увлечения были, но это не на показ. Сейчас я не встретила такого достойного человека. Роза Руна Шуна, если брать начало вашей карьеры, вот ваши первые шаги – это 1974 год. В 1975 году вы побеждаете. Я выиграла на конкурсе. Конкурс военной песни. И в этом году, если брать прям первые шаги, то в этом году юбилей «50 лет на сцене». Это просто для меня какой-то отчет, что я 50 лет еще работаю, еще пою, еще в форме. А о публике не имеет значения, сколько лет. Важен смысл твоей работы. Я думаю, что публика даже не задумывалась о том, что вы полвека на сцене. Да, на сцене перед ними пою. Я вхожу и говорю, вы знаете, уже пролетело 50 лет я с вами вместе. Вы себя на какой возраст ощущаете сейчас? Ну, лет на 40-45. Все-таки 40 или 45? Наверное, 40. Потому что на сцене мы почему-то становимся моложе, становимся легче, интереснее, эмоциональнее. А это присуще вот именно молодым. Когда что-то хочешь донести до зрителя, ты обязательно перевоплощаешься и настраиваешься, и волнение, тут все, и эмоции, все тут включается, и ты уже забываешь про возраст. Публика тоже забывает про возраст. Ты вот открываешься перед публикой. Это присуще больше, наверное, молодости. Молодость, мы об этом не думаем. А сейчас в моем возрасте я хочу быть такой же эмоциональной, такой же искренной, с волнением, с отношением, с конкретной задачей. Я должна убедить публику. Я пересмотрела все ваши интервью, готовясь вот к нашему интервью. И для меня это, знаете, было удивительно, видеть ваши разные состояния. Вы говорите, я 20 лет на сцене. Потом вы говорите в одном интервью, я 30 лет на сцене. Затем вы говорите, я 40 лет на сцене. И вы везде разные. Но вот особенно мне интересно, конечно, было смотреть, где вы совсем юная, молодая, приехали покорять не только Казахскую СССР, а весь Союз. И у вас было столько огня, у вас было столько энергии. Откуда это в молодой девчонке, которая приехала из семьи, которая выросла в простой семье? Откуда у вас столько уверенности? Когда я выхожу на сцену и пою, здесь нет никакой Розы Рымбаевой, которая родилась на станции, которая там жила в Семипалатинской области. Здесь я, моя задача конкретная, донести до зрителя то, что я хочу спеть. Донести, допеть, открыться. Ну в 20 лет вы откуда об этом могли знать? Наверное, это перевоплощение в эту музыку, в этот смысл, в эти слова, в этот текст. Но у вас не было тогда страха? Вот вы же молодая девчонка, да? У вас, конечно, шикарный голос. Я думаю, что вы как будто бы знали об этом, вы были в нём всегда уверены, да? Но вы же были на всесоюзных конкурсах. Да, на всесоюзных тоже самое. Где рядом с вами и Алла Пугачёва, и София Ротару, да? Вы знаете, у каждого исполнителя своя песня. Моя песня раскрывает меня. Это моя тема. Это тема, которая меня волнует, с которым я выхожу делиться с публикой. Понимаете, это мои разговоры с публикой. У Аллы Борисовны женщина, которая поёт, потому что это женщина, которая поёт. София Ротару – это тоже какая-то серьёзная тема. А моя задача – донести до зрителей, что я умею петь, во-первых. Во-вторых, я несу смысл. Жить в музыке, в песне, в тексте. От природы это как называется? Это свобода, это непосредственность. Мне, например, без разницы, кто надо мной смеётся, или кто-то не понял меня. Я выхожу в образе, я исполняю роль. И потом эта песня мне нравится. Это моя песня, это моя тема. Это, наверное, было с детства. Заложено уже, наверное, генетически. Вы же одна из тех, кто протоптал вот эту тропинку, да, на большую сцену, всесоюзную сцену. Это сейчас молодая певица видит, что по большому счёту стать известной певицей не так сложно, да? Особенно в ТикТоке, в Рилсах ты записываешь песню. Да, сейчас много технологий. Да, очень просто. Но тогда это же не только про одну республику, да? Это же союз, это огромная страна, где у вас в конкурентах, ну, большие певицы. Да, когда я впервые приехала в Москву на конкурс, на меня дирижёр посмотрел с таким недоверием, немножко с высокомерием, да. Сравнил, конечно, всех певиц, которые сидят в очереди, ждут репетиции, всех участников. Я была самая молодая, во-первых, и, наверное, не так выглядела, как те певцы на уровне. Я себя никогда не чувствовала звездой, хотя я уже победила республиканский конкурс, я победила в Риге на конкурсе, приехала в Москву. Я, наверное, всё-таки осталась той девочкой, которая приехала с Симфалатинска покорять Алма-Ату, быть певицей, стать певицей. Наверное, вот этот характер мой детский больше, наверное, подростковый. Наверное, когда засомневался дирижёр, справится ли она, во-первых, работа с большим оркестром, с союзного телевидения, радио, это телевизионный конкурс, там поёшь один раз, и вся твоя судьба решится. Справится ли она с этим профессиональным оркестром, и будет ли она достойна этого уровня? По моему видео мне было всё равно, выиграю я, не выиграю, я просто знаю, что у меня шикарная песня. Что я, прослушав всех конкурсантов, я знала, что я неплохо, да, на их уровне неплохо звучу. У меня на Кубе, когда был конкурс, в 83-м году, мой переводчик, который прослушал всех певцов, конкурсантов, там 16 стран было, на международном конкурсе, прослушав, он тоже так же вначале как-то меня воспринимал, как молодую девочку, которая случайно, может, оказалась на конкурсе. Может, кто-то её отправил, там, родители или кто. Прослушав на репетиции, он обо мне резко просто своё мнение поменял, отношение ко мне, и он сказал, если вы так же споёте на конкурсе, вы победите. Вы выиграете, он сказал. И одно слово, там, одну букву он мне подправил. Это выступление на испанском языке было. Вот он одну букву подправил даже. Дирижировал мой муж, Тасхуно Капов. И на репетиции уже, мы же прослушиваем друг друга, кто как, кто что поёт, какой певец приехал, сильный, слабый. Мы уже на репетиции, во многих конкурсах, я уже опытная конкурсантка, мы уже определяем, кто гран-при, кто первый, второе. Мы уже на репетиции определяем места между собой. То есть вы уже сразу понимали, да? Кой из ху, у кого какой потенциал. Да, конечно. Какая музыка, как он справляется с оркестром, насколько он профессионален. Но среди этих певцов, конечно, я одна была такая не очень подготовленная, не такая сильная профессионалка. Я начинающая певица. Сколько вам было тогда лет? На Кубе мне было... Так, в 76-м, если бы не было, 17-18, 83-м. Ну, где-то около 30 лет, наверное. Но всё равно я как-то... Я, наверное, больше всё-таки степная девочка, которая выросла вот на свободе, которая вела себя очень свободно. Для меня моё проживание в городе или я у себя там на станции живу, для меня не имело разницы. Но мне кажется, вот эта уверенность вам всегда давала ваш голос, да? Вот когда, в каком возрасте вы поняли, что у вас уникальный голос? Нет, насчет уникальности нет, не думала. Просто когда я приехала в 75-м году на конкурс патриотической песни, и председателем жюри был Шамшик Халдаяхов. Я тогда впервые запела с большим оркестром. И тогда я получила тоже первое место. Я победила на этом конкурсе. Наверное, всё-таки природная музыкальность, природный музыкальный вкус, слух абсолютно, который чувствует, реагирует на каждую партию инструментов, на каждый контрапункт в оркестре. Всё-таки моя музыкальность, наверное, всё-таки играла большую роль. Мне жалко других певиц, которые приезжали на конкурс и узнавали, что на этом конкурсе будет Роза Рымбаева. То есть даже сразу ты, получается, знаешь, что ты проиграешь. Просто на первом конкурсе, когда я победила, там были многие участницы из разных республик. И потом я приезжаю в Москву на второй конкурс, опять Рымбаева здесь. Ну, понятно, что у неё будет такое пение. Но у вас всё время были победы? Не всегда. В Турции, когда я участвовала в 79-м году в Стамбуле на конкурсе «Алтен микрофон», болгарская певица победила. Я получила второе место. Ну, вы либо первое, либо второе. Да, где-то в основном так. Понимаете, есть музыка, которую я выбираю. Я просто знаю, что я в этой музыке я выложусь. Я покажу эмоцию, я покажу драматургию, я покажу свой характер, я построю драматургию так, что это превратится в небольшой, маленький спектакль певицы, которая выходит и рассказывает, конечно, голосом, сопровождение оркестра. Вот это надо понимать, что ты живёшь, ты несёшь целый образ песни вместе с оркестром, не отрываясь от оркестра. И в основном так получается, что вот проработав столько лет, я убеждаю, что есть певцы, которых оркестр ведёт, дирижёр ведёт, а есть певцы, которые, наоборот, он ведёт оркестр за собой и заставляет оркестр подключиться так, что ты сливаешься вместе с оркестром. Оркестр обязан сливаться с певицей. Он должен его всё время поддерживать. В вашем случае вы ведёте оркестр или оркестр? В моём случае я веду. Вы ведёте оркестр? Да, потому что моя эмоциональная энергетика, вот эта, она хочешь, не хочешь, заставляет любого моего партнёра включиться в меня. Ну вот сейчас, если взять любую молодую певицу, да, и сказать ей, сегодня у нас будет концерт очень важный, правительственный, ты будешь петь с большим оркестром. Как вы думаете, если вот в процентном соотношении, какой процент готов петь с большим оркестром? Вы знаете, для этого надо всё-таки хорошую подготовку иметь. Прежде чем выйти на большую сцену с большим оркестром, ты должен, наверное, концертов 10 пропеть, пройти все эти эмоции, найти образ, который ты будешь нести, найти характер этой музыки. И в этой музыке ты главный, ты командир, ты ведёшь всю эту команду со своим пением ведёшь. Ты ведёшь, а не оркестр ведёт. Всё-таки нужна всё-таки хорошая подготовка. За 50 лет вашей карьеры вы же всё равно анализируете, да, что было тогда. Мне нравится, когда люди вспоминают 70-е годы, 80-е, 90-е. Вот если взять, оглянуться назад, вам не кажется, что всё-таки на всесоюзной эстраде было больше профессионалов, и правила выхода на сцену были более жёсткими. И вот с годами оно всё упрощалось, упрощалось, упрощалось. Там, условно, вот как кино, да, я вчера тоже брала интервью от кинопарка. Ну, то есть сейчас каждый второй захотел такой, я захочу снимать кино и пошёл снимать кино. То есть вот этот вход, он стал как будто бы гораздо проще. Ну, я бы не сказала, что тиктокеры, которые снимают фильмы, это настолько серьёзный фильм, что его можно выставить на конкурс международный, там, на конкурсный фестиваль. Ну, если говорить про певицы именно, вот певицы, которые, скажем, они же сейчас вот выйти на большую сцену и петь рядом в концерте с Розы Рымбаевой, ну, это может быть вообще ребёнок без образования. Вот эти вот правила, тогда и сейчас, они сильно упростились? Я скажу, что настоящий певец, он и через много лет, он таким же остаётся в сердцах у зрителя. Он вокалист, он хороший музыкант, он певец, он мастер. А начинающий певцы, может быть, сегодня он имеет успех за счёт своей непосредственности, оригинальности, может быть, он вот эту новую музыку, За счёт хайпа какого-то, да. Новую музыку принёс на нашу эстраду. Но если он дальше не будет расти, так же не будет звучать и подбирать нужный репертуар, в котором он себя раскрывает перед публикой, он временный. А те, кто серьёзно, профессионально подошли к своей профессии, они продолжают работать. Я удивляюсь, вот старшее поколение, Лев Флещенко до сих пор поёт, Кобзон до последних дней пел. Таких певцов много. Долина, Алборисовна, Ротару, они все до сих пор поют. Вот всё-таки раньше, мне кажется, что шоу-бизнес, можно говорить, эстрады тогда говорили, это всё-таки был какой-то закрытый клуб, где у тебя действительно должен был быть талант для того, чтобы туда попасть. Сейчас всё упростилось, вот просто во всех сферах, и в кино, и в шоу-бизнесе, всё гораздо проще. Я не знаю, хорошо это или плохо, но вам самой не обидно, когда вы мастер, у вас 50-летний опыт, и вот рядом с вами, например, на сцену выходит человек, который вообще не имеет никакого опыта, но считает себя певицей, например. Вы знаете, есть временная музыка, так же, как и временная мода. Сегодня актуальна, а всё-таки классика, она остаётся классикой. Я так разделяю. Любовь настала в каком году? В 79-м году. В 79-м году. Вот как найти такую песню, которая пройдёт через века, через десятилетия, и которая будет востребована всегда? Песня построена настолько красиво, в этой песне есть вначале рассказ, потом идёт развитие, не только текстовое, музыкальное, эмоциональное, потом идёт припев, и вся планета, нет, раскрытие такое, потом идёт вверх апофеоз, верхняя нота, потом её оркестр продолжает, дальше её трубить. Видите, как правильно построена, как эмоционально она раскрывается, не сразу, вот постепенно идёт развитие этой песни, поэтому она настолько удачная песня для исполнения, для того, чтобы показать свой вокал, свои эмоции, содержательность, глубину этой песни. Это, наверное, ещё и от исполнителя тоже зависит, как развить эту песню, как сделать из него маленький спектакль. А правда, что эта песня была вообще написана для другой певицы? Мирзи Зивери. Есть такая певица, она в Риге. Я давно её не видела. Первая исполнительница была она. Потом у нас в Алмате была телевизионная программа, центральное телевидение снимала, Алмата встречает друзей. Эту песню предложили мне исполнить. Я, конечно, не помню, как Мирзи исполняла, честно говоря. Я её сделала по-своему. Как я её вижу, как я её чувствую. Поэтому с тех пор эта песня моя. Но Мирзи, наверное, один-два раза, может быть, её исполняла. Это песня, которую знают все, наверное. Во-первых, в последнее время молодёжь стала её петь на конкурсах. Некоторые по-своему в своей обработке, в своей стилистике. Не обязательно там большой голос показывать. Многие певцы просто включают её, свой репертуар. Мне приятно было, что Валерия поёт, например, и объявляют, что это песня Розы Румбаева, я для вас её спою. Многим певцам эта песня очень нравится и по диапазону, по смысловому, по аранжировке, по развитию песни. Говорят же, вот настоящая песня, она вне времени, вне моды. Не только «Любовь настала». Мне, например, нравится многие песни Арнова Ваджаняна. Он писал для Муслима Магомаева. И сейчас, когда молодёжь выходит и поёт, они все стараются под Магомаева работать, чтобы оправдать и песню, и себя, что я тоже не хуже пою. Ну, так же, как Алья. Алья тоже. Её не каждая певица сможет спеть. Ну да, её тоже вот так же мы и строили, когда... Она как будто бы под ваш голос. Таскан делал аранжировку и построил так, чтобы я её могла петь на конкурсе и показать все свои вокальные возможности плюс эмоции. Ваш супруг, мне кажется, сделал так, что эту песню просто никто другой не сможет спеть. Ну, он просто рассчитывал на мой голос. Ну, такого голоса больше нет. Много у нас певцов. Казахи же вообще певучий народ. Да. Голосистых. Но если в этом голосе нет драматургии, смысла, текстовой нагрузки, эмоциональной нагрузки, тогда это просто будет крик. Пять-шесть октав у певца, например. Давайте поговорим о Тасканеокапове. Это ваша большая любовь. Первая, последняя, да. Первая, последняя любовь. Вы вместе сколько лет прожили? 23 года. Почему вы сразу не стали рожать детей? То есть у вас был такой уговор с ним, что давайте сначала поработаем, а потом будут дети? Вы знаете, все советские артисты, мы еще члены партии коммунистической, мы должны отрабатывать свое звание. Мне присвоено было звание заслуженная артистка, я должна была отработать это звание, доказать, что я достойна. Потом мне было присвоено звание народная артистка, должна была доказывать, что я достойная певица, что я активно гастролирую, что я везде представляю Казахстан. То есть там есть какие-то правила, что нужно отрабатывать сколько-то лет? Это мы для себя, мы для себя с Тасханом. Конечно, руководил мной Тасхан, он так. Решил, да? Он так решил. И как он сказал, что не будем пока иметь детей? Пока мы воздержимся, будем еще участвовать на других конкурсах, доказывать, и гастролировать, и представлять Казахстан и Советский Союз на различных международных фестивалях, конкурсах. А в какой момент ваш супруг сказал вам, ну все, Роза? Нет, это я решила. А, это вы решили? Да, это я решила. Потому что возраст подходил? И возраст подходил, и как-то все уже прошли, многие конкурсы, фестивали, и пришло время уже стать материалом. Вот решили, и сразу забеременели? Ну, не сразу, Бог не сразу дает, не всем дает сразу. Ну, как быстро получилось, вот после того, как решили? Не так быстро, потому что уже организм перестроился, уже были какие-то проблемы со здоровьем, но Бог дал все-таки, в конце концов. Сидели в декрете? Конечно, я три года сидела с Алишкой. То есть, прям не выступали? Иногда, но если выезжала, то с ребенком, ну, рядом с Таском, конечно, ну, в основном, конечно, дома с ребенком. Отдохнули тогда? Я не скажу, что я отдыхала, а работа все равно шла параллельно. Концерты, съемки, некоторые-некоторые гастроли. Алишка у вас родился в 33 года, да? Да. И через 9 лет, да, родился Мадишка? 9 лет Мадишка родился. На каком вы были месяце, когда вы потеряли супруга? На шестом. У него был инсульт, да? Во сне. Он ушел во сне. Вы проснулись, он просто... Он уже лежал уже такой холодный. Для меня это было, конечно, неожиданно, но его здоровье так к этому шло. Он болел до этого, нет? Вы знали о том, что у него есть? У него были несколько раз микроинсульты, и он на это серьезно не обращал внимания, к докторам не ходил. И так случилось, что последний, это уже был последний инфаркт, обширный, произошло во сне. Как вы пережили, будучи беременной, такую трагедию? Ну, во-первых, сказать, что это прошло так легко, сказать так нельзя. Я попала в больницу, несколько раз я пролежала в больнице, у меня были угрозы выкидыша. И потом я подумала об Алишке. Вот. Уже, наверное, все внимание, силы уже были отданы на то, чтобы родить ребенка и еще Алишку вырастить. И с тех пор можно сказать, что я не для искусства живу, не для сцены, не для музыки. Я живу, работаю и очень стараюсь для своих детей, чтобы их поставить на ноги, увидеть их счастливую жизнь. Увидеть внуков, первый внук, вот у меня в этом году ему годик, в феврале. Сейчас второй сын тоже музыцирует, композиции пишет. И они оба мне помогают в моей профессии. Они оба аранжировщики, композиторы. Мои музыкальные, можно сказать, помощники, руководители. Алишка мой музыкальный продюсер. Профессионалы своего дела. Да, они оба профессионалы, они с рождения учились в музыке. А вот если вернуться к родам вторым, насколько я знаю, роды Мади были очень сложными. У меня и с Алишкой было сложно, у меня Кесерова. Обе операции у меня прошли с тяжелыми последствиями, и врачи, в общем, спасали меня. Вторые роды, насколько я знаю, были на грани жизни и смерти вашей, да? И первые так же. Первые так же, да? Так же, да. Ну, врачи спасли. Я вышла уже с больницы, с ребенком. И у меня началась другая жизнь. Ради ребенка, ради детей своих. И сейчас. Некоторые говорят, вот, лишь бы на сцене умереть. Многие артисты так мечтают, якобы без сцены я жить не могу. Нет, сцены для меня — это моя профессиональная работа. И во-вторых, для того, чтобы поддерживать, быть в форме, быть настоящим профессионалом до конца жизни. Ради моих детей. Почему вы так решили? Почему вы приняли такое решение? Поставили, ну, условно, крест, да, на свою личную жизнь, на своем личном счастье. Почему вы не дали себе шанс? Вы же были молодой. Мне было 43 года, когда я осталась одна. Да. Но, поймите, с грудным ребенком и с маленьким сыном, первоклассником, о чем я должна была думать? Не о себе, а о них. Их школа, детский садик, здоровье, обеспечение их всеми-всеми нужными, необходимыми для жизни, для роста. Зарабатывать больше для них, жить ради них. Поэтому у меня, честно говоря, не до мыслей было там о себе, о чем-то. Ну, кто-то пытался ухаживать за вами? Нет, были, конечно. Я же женщина все-таки. Ну, слушайте, ну вы, понятно, что вы мама. И непростая женщина. Интересная, я так думаю, творческая. Слушайте, вы Роза Румбаева. В 43 года. Вот эта Роза Румбаева, мне кажется, и помешала многим мужчинам подойти ко мне. Боялись? Я Роза Румбаева. Почему-то они во мне видят именно в первую очередь звезду, народную артистку, очень строгую. Ну, иметь в женах Розу Румбаеву, это, знаете, очень круто. Это не каждому. Это не каждому легко справиться. Но хотя бы кому-то вы дали этот шанс проявить себя? Знаете, дело же в сравнении с первых слов моего поклонника, например, я оцениваю сразу. Сравнивание идет с моим мужем. И уже понятно уже дальнейшее отношение к нему. Ну вот сейчас дети выросли, Али уже живет со своей семьей, да? Мадишка еще не женат. Женится, ну, женится. Ну, мне кажется, ваши сыновья будут не против. Нет, нет, ни в коем случае. Просто этот возраст уже прошел у меня. И особого интереса к противоположному полу у меня, по-моему, уже давным-давно там уже уснула, убила или как умерла. А сейчас интерес... Ну, говорят, любви все возрасты покорные. И никогда не говори никогда. Нет, я, если так грубо сказать, я замужем за своими детьми, за своим внуком, за своей семьей, за своей семьей, что ли, так. Вам не было сложно? Вы были молоды, вы на себе утащили огромный груз, да? То есть у вас не было человека, с которым вы могли разделить эту ответственность. Ваши дети, понятно, да? Вы говорите, бытовые вопросы. Но я знаю, что у вас огромная семья, да? У вас очень много братьев, сестер. И вы лидер в своей семье. В семье Рымбаевых вы лидер. И вот вам не было сложно? Вот сейчас, оглядываясь назад, вот вы смотрите на себя. Что вы испытываете? Что вы чувствуете? Я перевезла всех моих братьев и сестер из Симполатинской области в Алмату. Задача была, чтобы мои племянники, племянницы получили хорошее образование алматинское. Потом они поступили в высшее учебное заведение, получили хорошие профессии. Они все жили у вас дома? Нет, я им всем квартиры. И задача была не своих родных братьев и сестер, а их детей уже воспитать, и чтобы они выросли в таких нормальных условиях. Учились, хорошее образование получили, воспитание. И, в общем, у меня задача была... Вы им всем подарили квартиры? Да, задача была племяшек, племянниц вырасти в таких условиях, в каких я живу, например. Не сложно было? Было сложно, но я старалась. Я много гастролировала. Я не отдыхала, можно сказать, все эти годы. У меня была задача их поставить на ноги. Всех обеспечить? Обеспечить, чтобы хорошее образование, профессии. Я этого добилась. Ну, это же бесконечная работа. Я и сейчас не отдыхаю, я и сейчас им помогаю. Ну, как твои родные, братья, сестры, твои племянники, которые гордятся тобою, которые очень стараются. Не просто так, они спокойно же, они очень стараются, они все работают, они все учатся. У меня есть возможность зарабатывать деньги и помочь им в некоторых моментах. Ну, не сложно все время быть сильной? Многие сейчас, они самостоятельные. Я не считаю, что это сильные. Это просто мой долг. Но не каждый человек может брать на себя ответственность, не то, что за племянников, да? Иногда человек может за себя даже не брать ответственность. Он хочет переложить ответственность на другого человека. Некому переложить. В нашей семье получилось так, что я имею возможность зарабатывать достойно. Я имею возможность куда-то кому-то зайти, сказать, что это мой племянник, у него диплом высшего образования, у него красный диплом, пожалуйста, поддержите. А он докажет. Так? А он докажет, какой он профессионал, какое у него образование. Оглядываясь назад, вы не удивляетесь вообще собственной силе воли, силе духа, что вы вообще просто, оказывается, столько всего сделали? Я вам говорю, не я одна такая. Я вот знаю своих коллег, подруг по сцене. Многие такие живут, как я. Все помогают родителям, братьям, сестрам. Они лидеры. Они имеют возможность поддержать, помочь. Не всю жизнь там их содержать, а поддержать, помочь, если у тебя есть возможности. Почему нет? И чаще всего они тоже одиноки. Ну, я знаю своих подруг, коллег, да, многие одиноки. Но не получилось семейная жизнь. Почему так часто происходит, что вот творческий человек, ну, как правило, женщина, она одна? Не у всех. Не у всех это. Многие счастливые. Есть много достойных семейных пар. Ну, вот если брать, например, Нагиму искали его, она же тоже одна? Нагима одна, и Махпал одна. Ну, с Махпал понятно, это замамбекара. Да. Нагима, просто, по-моему, она сама даже предложила разойтись, потому что они абсолютно разные люди. Абсолютно характером не соответствовали принципами. Поэтому она сама предложила. Я помню Александра Облаева. Тоже музыкант, дирижер, но, несмотря на это, вот коллеги, казалось бы. Это удивительно, да, иметь огромную армию фанатов и быть одной. Ну, вы знаете, я ведь у меня двое детей и у меня возраст очень был солидный. 43 года это это нормальный взрослый возраст. Не у всех 45 баб ягодка опять. Я уже 43 была, наверное, на лет 20 старше уже. Уже и сцена, и творческая жизнь, и семейная жизнь, все было. Теперь уже как главнее уже дети, чем я. мои сыновья. Они тоже творческие люди. с рождения внука вы, ну, не знаю, на мой взгляд, стали мягче. Да. Я бабушка. вы знаете, ту нежность, любовь, которую я не успела дать своим детям, потому что я параллельно в это время работала, гастролировала. Я их оставляла дома на неделю, там, да, своим сестрам, своим братьям оставляла. И всю дорогу, конечно, и про них думаешь, не забываешь, и приезжаешь домой с виноватой, что я оставляла его. сейчас, конечно, у него есть родители, которые с утра до вечера с ним, а я для удовольствия прихожу, чтобы его расцеловать, погладить его, накормить кашей, искупать, насладиться вот этим малышом, который такой сладкий. Но передать словами вот всю любовь, всю нежность, которую я сейчас чувствую, это невозможно. Но он вас прям растопил ваше сердце. Конечно, конечно. Я стала мягче. Я ко всем малышам, которые идут в коляске, лежат, я ко всем уже отношусь как к своим внукам. Я вам скажу, не только к малышам, даже к нам. Ну и к молодежь. Журналистам тоже стали мягче. Не знаю, я никогда не была жесткой. Да? Но мне кажется, что даже коллеги по цеху, по вашему цеху, ну все как-то, ну я же вот вижу, например, там на концертах, да, ну есть такие певицы, к которым можно подойти и спокойно там поболтать. А к вам всегда руссконышина, здравствуйте, руссконышина. Ну то есть мы все как-то аккуратно, осторожно. Вот закулисная жизнь артиста, вот он у нас за кулисами, он такой юморист, он может и 50 грамм коньяка выпить для настроения, и со всеми шутить, разговаривать там, общаться, быть в центре внимания. В общем, гудит такая жизнь за кулисами. На сцену выходит, он не такой. Он серьезный, он неуверенный. Вот есть артисты, которые раскрываются за кулисами больше. Как будто они всю свою энергию там оставили. Да, как будто для них важно вот это вот окружение, которое пусть они меня знают, что я такой добрый, такой веселый. А у вас наоборот. А у меня наоборот, я сосредотачиваюсь, я за кулисами никогда не шумлю, я не люблю шумные компании, я настраиваюсь на выступления. Но это, наверное, мое профессиональное уже отношение к сцене, к образу, который я буду нести. Я все-таки актриса театра и кино, я драматическая актриса, поэтому у меня совсем другая школа. Поэтому, видите, у вас сложился такой имидж стронг женщины, что вот мимо вас, я же просто замечаю, мимо вас все так аккуратно проходят, а к другим могут подойти. Нет, за кулисы бывает, очень шумят, очень шумно даже себя ведут. Не дают даже, просто сидишь, текст учишь песни своей, текст учишь, не успела выучить, волнуешься, переживаешь, или репетируешь, включил магнафон, репетируешь, например, а там шумят, галдят, и застолье идет. Ну, это некрасиво. Но вы в этих застольях никогда не принимали участие? Нет, нет, я настраиваюсь на пение. Ну, а артисты всегда же сопровождают вот эти закулисные посиделки? Нет, не всегда. Алкоголь. Ну, Руслан Кунш, я же тоже вижу, я же очень много концертов вела, веду. Я вижу, что за кулисами всегда там и алкоголь, там и сигареты, да. Есть артисты, которые пожёстче что-то, да, там используют. Ну, мне кажется, это кто под фонограмму выступает. Ну, есть артисты, которые вообще без, так сказать, 100 грамм вообще никуда не пойдут. Но вас как вредные привычки обошли стороной? Не знаю. Всю жизнь ответственность большая, потому что у меня сольные концерты, гастроли в больших городах, столицах. Я до сих пор очень переживаю за своё выступление. Для меня это экзамен. Это творческий экзамен. Публика пришла смотреть на Рамбаеву не та, которая начинала 50 лет назад, такая девочка очень смелая, открытая, а очень взрослый, мастер. Что она скажет? С чего она начнёт? О чём она будет говорить и петь? Уже публика приходит, наверное, очень серьёзная, которая хочет услышать от меня. Просто подход к делу разный, да? Вы к этому относитесь как к профессии, очень серьёзно. И даже если это какой-то несложный концерт, если это даже корпоративно... Не имеет значения. Не имеет значения. Не имеет значения. Я всегда настраиваюсь, готовлюсь. Для меня это очередной экзамен. А как вы относитесь к тому, что многим артистам прощают, когда они выходят на сцену в нетрезвом состоянии, когда они опаздывают, когда они могут вообще просто не прийти? Ну, это же некрасиво. Публика потом долго об этом обсуждают. Но публика, как мы видим, прощает всё. У нас есть артисты, которые могут отправить человека на три буквы, несмотря на его преклонный возраст. Зрителя могут отправить, да? Когда наши артисты позволяют себе действительно какие-то ужасные поступки. Но, как мы видим, публика прощает всё. Сейчас такие моменты не остаются без внимания. Сейчас инстаграмы, ютубы об этом говорят, шумят на всю страну. И это нехорошо. Во-первых, многие разочаровываются об этом артисте. Во-вторых, у него долго потом уже... Он не может уже выйти на сцену. И потом он понимает свои ошибки. Мне важнее, например, когда человек понимает свои ошибки. Может, не обязательно извиниться, например, но он понял. Для меня вот это понимание важнее. А ещё я заметила, что в творчестве очень важно не терять волну. Вот если взять вашу 50-летнюю карьеру на сцене, да, вы же никогда не останавливались. То есть всегда рождались новые песни, менялся образ, клипы. Ну, то есть мы всё время... У нас нет поколений, которые не знают Розу Румбаеву. А есть же артисты, которые остановились там в 80-х, кто-то в 90-х, кто-то в нулевых. То есть там сцена же долго ждать не будет. Надо идти со временем в ногу. И в одежде, и в музыке, и в характере. Но принципы остаются. Ты профессионал. Если ты даже в стиле 80-х, ты будь убедительным. Ты будь интересной. Почему многие устают и вот эту волну теряют? Ну, берут себе там передышку, да, говорят, я хочу отдохнуть. Может быть, действительно, он устал от этой концертной жизни, может, поменял просто профессию. Вы же не устали? Я не поменяла. Я профессионал. Я продолжаю работать в своей профессии. Я училась в институте. Я имею профессию, я имею диплом. Я являюсь профессором нашей академии. Так что ты перестраивайся. Ты лови волну. Ты будь всегда в тренде. Сегодня что носят? Как выходят? Какую музыку поют? И самое главное, ты должен быть убедительным. Не просто следить за трендами, да, а убедительным как мастер, как музыкант. Ты доказываешь свою музыку. И тогда, конечно, ты будешь всегда отличаться. Вот 10 певцов рядом стоят, 10-ая я. Я все равно отличусь от них. Я потому что профессионал. Я живу в этой профессии, я живу в этой песне. Я доказываю ее на сцене публики, что эта песня твоя. Слушай! У вас не было никогда страха, что вы можете стать невостребованной певицей? Никогда. Я могу просто не захотеть продолжить свою концертную жизнь. Я об этом сейчас еще немножко подумываю. Мне уже почти 70. Стоит ли дальше? Может, просто сидеть дома уже с детьми, с внуками. А вы сможете без сцены? Смогу. Сможете? Смогу. Вы уверены? Я уверена. А чем будете заниматься? Могу преподавать. Могу руководить какими-то коллективами. Могу дома внуками заниматься. Свободно уже. Всю себе посвятить им. Мне не будет скучно. Я всегда слежу за тем, что происходит в нашем городе. Какие премьеры, какие спектакли. Вы пригласили, например, директором театра. Нет, не смогу. Депутатом. Нет. Не предлагали депутатом. Нет. Это не мое. Я могу преподавать. Я преподавала 10 лет. Но не ректором? Нет, не ректором. Просто преподавать? Конечно. Передать свой опыт, свое мастерство, свои знания. Если есть желающие, поучиться у меня. Вы говорите, что у вас уже есть какие-то мысли завершить свою концертную деятельность. Если есть какие-то мысли, то примерно до какого возраста вы все-таки собираетесь петь? До 70 лет точно. Осталось совсем недолго. Совсем немного. А потом уже... Но вы-то в форме, Роза Куанышевна? Нет, потом уже только по особому приглашению. Библия Ахмедовна сказала, с возрастом и голос стареет. Он не остается один на один звучащим таким соловьином, например. И голос стареет, и организм стареет. И буду ли я тогда актуальна своему слушателю? Тем не менее, все равно люди будут хотеть видеть Розу Куанышевну. Это же, знаете, даже на тоях, если Роза Куанышевна на тое, значит, это какой-то серьезный той. Нет, это просто самоотношение хозяев тоя, насколько они любят мое творчество. Поэтому, конечно, и приглашают. Но я очень редко пою на тоях. Почему? Может быть, в месяц один раз, может быть. Вам не нравится? Я не скажу, что мне не нравится. Это же хорошие заработки. Но я не тойская. Мой, как бы сказать, моя программа, это не тойская программа, это не тойский репертуар. И поэтому меня приглашают те, которые любят мои некоторые песни или признают меня как певицу. Только такие у меня. Вот когда вы первый раз вышли на той, у вас не было вот этого дискомфорта? В советское время тоже были тои. Но это очень редко. Я стеснялась петь на тоях. А сейчас это норма жизни. Сейчас артист без той это бедный артист. В том числе и я. Вы говорите, богатая, дорогая. Нет, я концертная певица. Когда формат концерта – это выступление с большим оркестром, живым голосом. Да, это мой формат. А почему у нас так случилось, что настоящий артист, он может стать, я не говорю, что прям супербогатым, но самодостаточным, иметь деньги, только если он участвует в той бизнесе? потому что он знает, что нужно для той бизнеса, какой репертуар. Может, у него и сам уровень, сама уровень образования, мышления, такое. И он даёт такую музыку, под которую весь той будет плясать и прыгать. На концерте можно же те же самые деньги зарабатывать, что и на той. Концертов немного. То и каждый день. Я заметила, что вот такую тенденцию, когда ты приходишь на концерт, например, концерт Розы Рымбаевой, ну, допустим, там, представленный дворец республики, ты сидишь в зрительном зале, у тебя есть определённое место, третий ряд, седьмое место, ты сидишь, у тебя нет права, если ты цветы только не купишь и не пройдёшь на сцену подарить цветы, но у тебя нет права подойти к Розе Куанышевне и вот так обнять её и сделать селфи, да? Это же некрасиво. Да, потому что ты как бы соблюдаешь вот эти правила, ты пришёл на концерт, но на той я заметила такую тенденцию, что как будто бы это правило не работает. Не работает. И неважно, это Роза Рымбаева, это может быть какой-то зарубежный артист, как будто людям, как будто люди тебя взяли в аренду, и они могут тебя и обнять, и сделать селфи. И попробуй ещё им отказы, откажи. Могут нагрубить. Да, кто-то ещё это снимет на видео, оно улетится, вирусится, да. Вот почему вот эти правила, которые есть во Дворце Республики, в ЦКЗ, да, на любом концерте, почему эти правила не работают, ну, окей, там, в ресторане красивом, да, но это же тоже сцена, вы тоже выходите на сцену, почему эти правила там не работают? Ну, там есть такие гости, которые впервые приехали в Алма-Ату, впервые увидели Роза Рымбаева, почему мне не сфоткаться, и потом показать всему аулу, вот я с Роза Рымбаевой, на той, или потому что хозяева заплатили гонорар, значит, теперь можно, вот так? Это поведение людей просто, потому что рядом доступно, на той все равны. Ну, есть внутренний, да, такой дискомфорт? Да, есть. К сожалению. Вы обсуждаете это со своими коллегами по цеху, вот со старшими, да, вот с Махпалжу, с Нагимой Скалеевой? Не, не обсуждаю. Это и так всем понятно. Недавно у Нагимы Скалеевой был юбилей, 70 лет. Да. Там кто-то снял видео, где вы говорите, главные певицы, да, это... Ну, нас трое, три народные артистки, я, ты, Махпал, да. И Нагима Скалеева шутит и говорит, Махпал не всесоюзная, да? Подчеркнула, да. Да, и это видео опять завирусилось, кто-то хотя снял, кто-то из гостей, там, наверное, был какой-то близкий круг, и она обиделась. Да. Ну, не надо было это подчеркивать Нагиме. Она народная артистка, она любимица публики, она больше всех нас востребована. Она знает, какую музыку она поет, для кого поет. Она тоже профессионал, большой мастер. Не нужно было. Мы уже все три проработавшие на сцене по 50 лет, уже все взрослые. У нас должно быть друг к другу очень взаимопонимание, уважение. Я их очень люблю, и Нагиму, и Махпал. Я восторгаюсь их голосом, красотой, и рада, что я с ними близко общаюсь. У вас близкие отношения? Ну, по отдельности, да? Да. И Нагима ко мне очень теплоотносит, и Махпал. Но вы втроем можете пойти где-нибудь, посидеть, чай попить? Такого не было еще момента. Но за кулисами иногда, на гастролях, иногда вместе. Ну, вот почему вот это трио, да? Вот Махпал, Женусова, Нагимай, Скалива, Розы, Рыбаева. Откуда вот это появилось? Это что, была конкуренция какая-то? Нет, творческая конкуренция всегда есть. Мы и с молодежью конкурируем, и со старшим поколением. Это же интересно, наоборот. Но каждый идет своим путем, своей музыкой. Абсолютно разные. Разные направления, стилистика. Но я могу предложить девочкам. Давайте на 8 марта соберемся, я могу предложить. То есть вы можете всех собрать, кто с кем не общается, вы можете всех собрать. Ну, Нагиму, Махпал, я могу, мы же три коллеги. Я могу предложить. А в молодости вот у вас с Нагимой, с коллегой, какие были отношения? Дело в том, что она работала в Бульдере. А я в это время ушла уже со своим сольным концертом. Так что я не скажу, что мы часто встречались, общались, у нас разные гастроли, разные организации. Вот эта творческая конкуренция еще с тех времен у вас тоже была? Была всегда. Всегда, да? То есть вы друг на друга поглядывали, да? Просто разный репертуар, честно говоря. В чем соревноваться? Я свои песни пою, она свои. Вот так удивительно, что всегда же вокруг певицы слухи какие-то ходят, какие-то скандалы. Вот вокруг вас все всегда так спокойно. Не знаю. Иногда в инстаграмах не очень хорошо, иногда некоторые люди пишут. Но это, наверное, завистливые люди, люди, которым делать нечего. Но они комментируют больше ваше высказывание. Ну, например, касательно личной жизни, да? То есть я никогда не слышала никаких слухов про вас. Я не афиширую свою личную жизнь, во-первых. И, во-вторых, это моя личная жизнь, и почему я ее должна выставлять. Я не выставляю свою личную жизнь. То есть у вас никогда не говорили, что вот у нее роман с этим или роман с тем? То есть вот такого никогда не было? Этот роман же тоже надо рекламировать, для того, чтобы обсуждали. Да. Ну, у вас и не было, наверное, просто этих романов. Я не скажу, что не было. Может быть, какие-то увлечения были, но это не напоказ, это моя личная жизнь. А вот когда комментировали ваше высказывание, например, там, высказывание про Иманбека, про Димаша? Я про Димаша всегда говорила хорошо, а про Иманбека сказала, что это просто повезло. И где он сейчас? Что дальше? Во-первых, это удача просто. Ну, действительно, парню повезло. Но лучше было бы, если бы он какую-нибудь казахскую песню вытащил на мировую арену, сделал бы революцию. Ну, вот повезло, и вот как это везение потом дальше вести? Ну, пока не вижу. Ну, вот как? Что он должен был сделать? Вот ему реально повезло, он получил Грэмми, да? Ну, не всем так везет, это реально везение какое-то. Ему повезло. Ну, вот что нужно было ему сделать для того, чтобы вот это везение использовать в своей музыкальной карьере? Я с его творчеством не знакома. Я не видела и не слышала ни в одной программе его выступления. Что я могу о нем сказать? Почему наш народ так остро отреагировал на ваше высказывание? Ну, вот если так посмотреть, вы имеете право. Почему у нас народ так может спокойно какая-нибудь женщина может взять и написать? Это там вам повезло, да? Не обидно? Обидно, но лучше не слушать и не смотреть инстаграмщиков. Они, по-моему, прежде всего себя рекламируют такими высказываниями. Может быть, это ее любимая музыка, может, это любимый музыкант ее. Я, например, с ним не знакома. К молодым певцам вы же относитесь, вы же их поддерживаете? Конечно. У меня мои два сына молодежь. Они несут эту музыку сегодня свою молодежную. Просто вот после тех высказываний у многих сложилось впечатление, что вы, ну, как будто бы молодых не воспринимаете. Молодых певцов, молодых там музыкантов. Я их, во-первых, не всех знаю, но тех, кого я слушаю, не зря публика все-таки их любит и понимает. Значит, хорошая музыка. Просто повнимательнее надо слушать. Насчет Имамбека я просто сказала, что это действительно ему повезло. А почему нет? А про Димаша? Про Димаша я никогда плохого не говорила. А почему? Откуда вот это вот пошло? Не знаю. Это сплетни. Я, наоборот, говорила. Это наш золотой голос. Я о нем всегда только высоко-высоко. Я никогда о нем плохо не говорила. Ну, то есть ваши все фразы, они не проходят мимо людей, да? То есть какую-то фразу все равно выцепят. А что, я не имею права на свое мнение? Конечно, имеете. Ну, все. Вы привыкли к тому, что любое ваше высказывание завтра может разлететься? Я к этому не привыкла. Я высказывала это как слушатель, профессиональный артист. Своё мнение профессиональное, и все. Про Димаша я никогда ничего плохого не говорила. Я только, наоборот, горжусь, что у нас есть такой певец. мировая звезда. Я только так о нем говорила. Вот если кто-то из молодых сейчас подойдет к вам и предложит какой-нибудь фит сделать, вы согласитесь? Я соглашусь. Мне интересно экспериментировать. Но пока не было предложения. Почему? Вот как вы думаете? Может, вам самой предложить? Они не готовы, наверное. Они даже, наверное, не думали об этом. Может, они просто думают, что русскому не согласится? С Наньчуаном у меня было выступление, мы с ними пели мою песню. И очень удачно, и публика очень тепло приняла. Я знаю, что сцена ваш дофамин, и у вас в этом году два больших события. Вы представитель жюри на Славянском базаре, да? Да. Вы едете на... В Китай тоже у вас будет полный конкурс или выступление? Нет, это будет не культура Казахстана. Да. Поэтому я бы хотела вам подарить от себя платье от Ныли Бойкучукова. Он специально прилетел из Стамбула, чтобы создать эскиз. И в этих странах, в Белоруссии и в Пекине я блистала в этом. Да, чтобы вы блистали. Спасибо большое. Я поздравляю вас с женским праздником, с 8 марта. Тебя также, дорогая. Ты, между прочим, такой же пахарь, как и я. Да. Ты тоже несешь свою семью, своих детей. Тоже активно каждый день работаешь над тем, чтобы, во-первых, себя поставить, детей вырастить. Ну, замуж я все равно хочу. Я желаю тебе по любви выходить замуж. Женщина не должна быть одна. Ну, я уже в возрасте, у меня сейчас жизнь посвящена моим детям. Я бабушка. Русская, если отмотать назад в 43 года, вернуться в 44 года, вы бы дали все-таки кому-нибудь шанс? Ну, я не встретила такого достойного человека. Ну, были, наверное, кандидаты. Я общалась, ко мне тоже подходили, были разговоры. Ну, достойного я не встретила. Лишь выходить замуж, лишь бы выходить, быть замужем, это не главное для меня. Спасибо вам большое за интервью. Я поздравляю вас с праздником. Тебя также, дорогая. И желаю, чтобы вы всегда цвели, процветали и всегда были на нашей сцене. Мы вас очень любим. Что ты говоришь? Я уже ахсахал на нашей сцене. Слушай, ну, вы, вот, если вас взять, вот там, когда вам было, я не знаю, там, 50 лет, 40 лет, ну, не знаю, в моей памяти вы не меняетесь. Знаю. Оставайтесь всегда такой. Мейкап, во-первых, помогает, кремеры. Вы ролл модел. Вот как себя держать? Мне очень понравилось, в прошлый раз, когда я в гости к Али пришла, я спросила, Али, а мама сможет прийти в гости? Он говорит, ну, я попрошу. И мне так понравилось, как вы зашли, вы пришли, вы такая собранная, вы пришли с бассейна, вы там поплавали, вы были в костюме, у вас была какая-то деловая встреча. Я просто была в восторге от вашей собранности. Ты могу? Я думаю, да. Я не опоздала. Ты опоздала сильно. Роза, конечно, на добрый день. Ты всех подвела. С праздником, ой, с днём рождения. Ой, я дорогая. С днём рождения. Какой букет красивый. Розы, конечно же. И вот подарок. Уже прошло, а вы всё равно меня поздравляете. Да, у вас в этом году что, 6-6? В прошлом году было 6-5, вашу пользу. Теперь... Так хотела сказать, 45 баб ягод опять. Но день так расписан. С утра начинается вот... Я люблю, когда я по графику иду. Вот много дел. Я когда по графику успеваю везде, я от этого радуюсь. Я кайфую. Но бывают дни, когда вы вообще ничего не делаете. Всё, я хочу просто день лежака. Нет, если дела, я никогда их не откладываю. Но бывает, что в свободное время я могу отдохнуть, я могу просто лежать, телевизор смотреть или читать книгу. Или, конечно, в любое свободное время я бегу к внуку. У меня появилась ещё одна мечта. Я хочу взять у вас интервью, когда он будет в 80 лет. А потом в 90, а потом в 100. Больше. Спасибо большое, Роза Гунышна. Вот Наиль принесла специально из Стамбула. Здравствуйте. Наиль, я давно мечтала с тобой. У нас, кстати, это будет третье платье новое. Я и говорю, вот ты просто исчез, ты уехал за границу. У нас промежуток 10 лет на 40-летие, мы сейчас за 50-летие. Давай к 50-летию достойное платье мне. Да, я думаю, что мы сделаем, как всегда, роскошное сценическое платье, чтобы это были камни, чтобы это был блеск. У вас предстоят какие-то мероприятия важные, да? У меня в Пекине выступление в конце марта, и летом я председатель жюри на международном конкурсе «Славянский базар». Супер. Поэтому нужно сделать что-то такое. На «Славянском базаре» будете сидеть... Я буду на открытии петь. А, на открытии. И на закрытии петь. Поэтому я должна выходить, и чтобы народ про меня забыл, рассмотрел мое платье. «Славянский базар» смотрят все. Ты должен постараться. Конечно, я же тебе постараюсь. Нет, он же мастер большой. Я просто всегда мечтала, чтобы он был. Сейчас с ними мерки. Кстати, обычно мы шили до этого платья всегда без мерок. Давай, я тебе помогу, буду записывать. Ну, ты же примерять будешь? Да. Примерки же будешь делать? Конечно. И все узнают, что у Розы Куанышевны 90-60-90. Нет-нет. 98. Вот видишь, какая разница. У вас, может быть, идеальная фигура. Далека совсем от стандарта. 90-60-90 нет. Руку анышевны. Дальше, Наиль. 30. Аплод верхней части руки 30. Длина рукава 42. 42. Там, Наиль, имею в виду, там платформа будет. Да? Высокий каблук, да? Ну, я же должна быть выше. А нельзя, Наильчик, добавить вот сюда какого-нибудь яркого пятна, типа красную розочку, например. А вот там можно отдельно как брошь сделать. Кстати, можно... Чтобы пятно было. Да. Можно розу съемную сделать. Да. Из камней, кстати, тоже, да? Можно. Именно из красных. Да, да. Можно прямо пришить, если сможешь. А я не могу сделать, знаете, на булавке. Розгонышевна, а куда вы все свои платья потом отправляете? У меня их много. У меня есть племянницы. Сценические. Студентки. Они на свадьбу, они замуж выходят. Я не раздариваю. Раздаривайся, да? Смотри. Классно же. Я бы сделал вот прям цветок, но весь в камнях. Не просто ткань. Да, да, да. Чтобы он блестел, да? И в камнях Тваровский наильчик. Не сэкономь давай. А я не сэкономлю никогда нарус. Сэкономь. Тем более, когда это ваш подарок. Кстати, Динара делает подарок. От Динары это подарок. Как мне сегодня везет. Вот это платье мне тоже подарили сегодня. Неожиданно так. Смотрите, как цвет такой. Вам очень красиво. Мне понравилось. Я в таком цвете первый раз, между прочим. Обычно у меня малина, бирюза, красная, черная, да. Красная вы прям любите. Наиль, спасибо тебе большое. Мы ждем платье. Надеюсь, это не 2027 год, да? Нет, это 2024 год. Спасибо. Спасибо.